Тюменский рок Выступающие это прежде всего друзья и которые знают друг друга лично Любой рок имеет как бы свою специфику, мне так кажется То есть все зависит от места Какая тюменская специфика? Как сибирские пельмени, то есть большие и с мясом Здесь это мясо превратилось в музыку Легендарный декостроитель стал местом сбора рокеров еще в 90-х Тогда и началась эра расцвета тюменского рока Только здесь легко увидеть, как поколения сменяют друг друга Кто-то приходит сюда прямо со школьной скамьи, у кого-то давно семья и дети Гитарист группы Кокинаки Николай Силин помнит, с чего все начиналось Здесь в 2002 году прошел его первый концерт, почти коммерческий Тогда рокеров любили приглашать чуть ли не на все события Это какая-то новая партия создавалась И мы в поддержку какой-то партии играли здесь рок С нами играли тюменские команды Концертик был, конечно, так себе Но тем не менее десятиклассники, которые вышли на сцену Для нас это была сцена с большим звуком После коморки там в подвале Это было вообще волшебно и чудесно Тогда был Белый кот О легендарном Белом коте знала всять умень На сцене ДК прошли тысячи сейшенов Этих выступлений ждали и деньги на билеты откладывали заранее Только если раньше групп были десятки, то теперь считать их никто не берется Рок-команд настолько много, что одна порой плавно перетекает в другую Но не каждая из них живет больше года А уж тем более держится на плаву несколько лет Теперь особым спросом пользуются тюменцы, покинувшие родной город Питер, столица рок-н-ролла, уже не одно десятилетие забирает лучших музыкантов Для которых настало время чего-то большего Настанет время оживлять сны Настанет больше, мы не нужны Оставим все, на что годы ушли Шли минуты осознания, что весело мы Бывшие тюменцы становятся героями самого большого местного рок-фестиваля В том, что «Катись квадрат» может стать популярным, многие сомневались Но первый же покатился с неимоверной силой Кстати, рок-фестивалей в Тюмени прошли уже десятки У нас были такие известные, как «Сирин» и всесоюзный фестиваль альтернативной и леврадикальной музыки Все их полюбили далеко за пределами Тюмени Все просто отдых, это нечто карнавальное, это ни в коем случае не работа Это настроение, в первую очередь Рокодрог всего лишь 12-тактный, блюз ускоренный И каждый лобает его в меру своих сил Казалось, что вечно молодыми они и останутся тогда За организацию фестиваля взялся Сергей Бабунец Планы для «Квадрата» были большие Красноярский, Новосибирский, если они еще немножко вводим второй Ничего не будут предпринимать То Тюмень сможет крепко показать кто есть кто в Сибири Правда, надолго тюменских фестивалей почему-то никогда не хватало За 2-3 года они теряли свою популярность У нас уже привыкли постоянно ждать чего-то нового Зато о нашем панке точно слагали легенды Его всегда было много Тюмень даже пытались окрестить столицей панк-рока Правда, громкое название прижилось только у нас В каждом городе, ну, можно на скидку взять, скажем, Иркутск, Тюмень, Нижний Новгород и Самару В каждом из этих городов есть какие-то замечательные, талантливые команды Которые занимают локальную сцену от и до Они не становятся суперзвездами на всероссийском уровне Но они очень хорошо и уютно чувствуют себя, каждая группа в своем городе Для Евгения Пальянова, как и для многих других, все начиналось с коморки за актовым залом Спустя годы появилась своя репетиционная точка «Гараж», который круглый год принимает музыкантов всех стилей и направлений Появился и свой клуб, в котором выступают не только местные музыканты Правда, даже на больших концертах заработать больших денег не получается Занимаясь рок-музыкой, постоянно приходится изыскивать другие способы достать денег Где-то, знаешь, удается аппаратуру в аренду сдать, где-то еще что-то А с товарищем сейчас мы сделали багетную мастерскую, где вот колотим с ним рамочки всяких различных форматов по индивидуальным размерам Но свободу рок-н-ролла не отпускает Говорят, если человек когда-то начал играть эту музыку, то любовь к ней останется на всю жизнь Электрогитары «Урал» и пионерские барабаны – с такого набора начинали почти все известные рокеры У кого-то музыка впоследствии стала совсем другой Для некоторых характерное гаражное звучание превратилось в нечто большее Именно благодаря ему они стали узнаваемы Границы клющки ловлен пополам А наш батет с коленем совсем усоп Эту песню помнит наизусть, наверное, каждый любитель урока Группа исполняющая ее давно стала легендой Егор Летов основал свою команду в Омске Правда, в составе гражданской обороны были и тюменцы Игорь Живтун познакомился с Летовым случайно Он играл на популярном тогда всесоюзном фестивале альтернативной леворадикальной музыки Изначально Джефф должен был выходить на сцену в составе другой группы Но судьба распорядилась иначе По умолчанию я должен был участвовать, естественно, в инструкции по выживанию Но там я уж не помню, какой-то не конфликт, а что-то произошло так, что, в общем, не исключили состав Сказали, не будешь ты играть С обороны не приехал гитарист Дима Селиванов, тоже «Царствие небес» Егор предложил, давай сыграем, ну давай сыграем Песни были несложные, в общем-то, потому что до этого еще их слышал Но так оно и получилось И эта случайность изменила всю жизнь На ближайшие 10 лет Игорь становится гитаристом обороны А Текутевское кладбище, местом пройдя которое, Живтун попадал на репетицию Многие поговаривают, что именно Джефф внес тот самый мощный драйв в звучание песен Летова Сам же он считает, что в Тюмени эта группа популярностью никогда не пользовалась Сейчас, наверное, больше людей есть, которым нравится группа А среди моих знакомых, в том кругу, в котором я общаюсь до сих пор, допустим, с музыкантами тех времен Ну и просто друзьями нет, не люблю Особой любви и расположения не вижу, не испытываю Никогда здесь особой любой не пользовалась эта группа По-моему, сейчас не пользуются Теперь он берет в руки гитару только для того, чтобы сыграть друзьям Джефф сменил карьеру Музыкант одной из самых острых российских групп стал тюменским предпринимателем А есть у вас любимая песня у гражданской обороны? Есть У Летова любимая моя песня «Здравствуй, черный понедельник» Пойте мне слово, в котором не смеется Здравствуй, черный понедельник Здравствуй, черный понедельник И этот черный понедельник для кого-то наступал Когда-то срок концертов сразу забирали в армию на исправление Но и тяжелому движению суждено было преобразиться, выйти из подвалов и стать более популярным. А зрителю стать массовым. Современный рок уже не назвать андеграундом. За него не выгоняют из комсомола и не сажают за решетку. Эти рокерши с 9 лет на сцене. Пока их сверстницы играют в куклы, они играют соло на гитаре. В группе Black Eyes еще не определились, кто из музыкантов им по душе. Зато четко усвоили антураж металлистов. Рок же относится к черному цвету, так же, что-то близко к этому. Вот мы черным теперь одеваемся, всякие цепи, сережки красивые на себя одеваем. Группа не только перепевает великих Цоя, Бонжови, Скорпиумс, но и сочиняет свои песни. Слова детские, писать музыку помогает папа-барабанщик. Но даже такие примеры впечатляют не всех. Ник Рок-н-ролл считает, что стиль музыки, который стал его именем, давно уже мертв. Самый известный тюменский панк ушел в завязку и теперь живет в небольшой деревушке в Тверской области. При этом на сцену выходит очень редко. Его публичная жизнь не выходит за рамки странички в социальной сети. Последний клип Ника на песню «Аквариума» посвящен павшим воинам рок-н-ролла. Лох-н-ролл, кирпич в тене, мы стояли слишком гордо, мы платьем втройне. За тех, кто шел с нами, за тех, кто нас ждал, за тех, кто никогда не просит. Рок-н-ролл, твоя еще нет, рок-н-ролл, твоя! Тем группам, которые когда-то начинали, все было хорошо, все было замечательно, до той поры, пока они не столкнулись с менеджментом и так далее, и тому подобное. А дальше начался конвейер, рок-н-ролл в том самом виде. Перестал просто быть интересным. Новые волны рок-н-ролла ждут уже не первый год, и она приходит. Пусть и не так быстро, как хотелось бы. Вместе с этим меняется и тюменский рок. Только, кажется, то, с чего все начиналось, не забудут никогда. Ведь это и было настоящей музыкой, полной свободы и независимости. Хочу пожелать тюменским рок-музыкантам, что они не забывали доблестные традиции, и тогда все будет очень здорово и замечательно. Пластмассовый мир победил, Макет оказался сильней, Последний кораблик остыл, Последний фонарик устал, А в горле сапят куме воспоминаний. Ого! Моя оборона Солнечный зайчик Незрячего глаза Ого! Моя оборона Траурный мячик Нелепого мира Солнечный зайчик Незрячего глаза Незрячего глаза Солнечный зайчик Незрячего глаза Продолжение следует...